Харрисон Марш всегда был любознательным ребенком. Его родители Джек и Эмма Марш привыкли к бесконечной, ненасытной жажде приключений сына. Они поощряли его исследования, полагая, что это приведет к более полноценной жизни для их сына. Джек, механик из маленького городка Уиллоу Гроув, всегда был практичным человеком, в то время как Эмма, библиотекарь, хорошо разбиралась в мире книг. Вместе они привили Харрисону сильное чувство любопытства и удивления с юных лет. Харрисон не стал исключением. Он провел бесчисленное количество дней, исследуя водные пути Ивовой рощи, лазая по деревьям и прыгая по камням. Тем не менее, была одна конкретная река, которая занимала особое место в его сердце, река, которую он узнал как источник самого необычного приключения, в которое он когда-либо отправлялся. Все началось теплым солнечным майским днем. Когда они с Максом шли по извилистой тропинке через лес, Харрисон заметил реку, которую никогда раньше не видел. Он был маленький, меньше, чем другие, которые он исследовал, и, казалось, его поверхность мерцала. Заинтригованный Харрисон подошел к реке. Мальчик окунул пальцы в воду, которая на ощупь была необычайно теплой. В тот день они провели несколько часов, исследуя окрестности реки, но когда солнце начало садиться, Харрисон понял, что пора возвращаться домой. В ту ночь, лежа в постели, Харрисон не мог не думать о реке. На следующее утро он проснулся рано, схватил рюкзак и Макса и снова отправился на поиски реки. Но на этот раз, когда они прибыли к реке, что-то изменилось. Вода перестала быть теплой, и своеобразное мерцание исчезло. Харрисон был озадачен этой переменой, но любопытство взяло верх. В течение дня река оставалась загадкой. В тот вечер, когда он возвращался домой к родителям, в голове Харрисона метались вопросы. В течение следующих нескольких недель Харрисон посещал реку так часто, как только мог. Между тем, в то время как Джек и Эмма начали замечать, что их сын часто ходит к реке, Джек решил обсудить эту тему со своим сыном однажды вечером после ужина. «Харрисон, мы с твоей мамой заметили, что в последнее время ты проводишь много времени у реки. Есть ли что-то, о чем вы хотели бы поговорить?» Спросил Джек, стараясь казаться небрежным. Харрисон на мгновение заколебался, не желая раскрывать истинную причину своих визитов. «А, я только что тусовался с Максом», — ответил он. «Нам нравится гулять по лесу и играть в воды. Это отличный способ скоротать время». Джек кивнул, приняв объяснение сына, но не до конца убедившись. «Хорошо, просто убедитесь, что вы дома до наступления темноты, и будьте осторожны, хорошо». Харрисон согласился. Какое-то время ему удавалось держать свои визиты на реку втайне. Но вскоре он обнаружил, что тайком выходит из дома в неурочное время. Однажды, когда Джек работал в своем гараже, он не мог не заметить, что Харрисона снова нет. Джек все еще был обеспокоен все более скрытным поведением своего сына. Джек решил, что пришло время выяснить, что на самом деле происходит на реке. Тропа привела Джека к берегу реки как раз в тот момент, когда уже меркли последние лучи солнца. Он спрятался за деревом, ожидая, что замышляет его сын. Он смотрел, как Харрисон приближается к воде, и его глаза сканировали поверхность со смесью предвкушения и удивления. Джек вышел из своего укрытия, давая знать о своем присутствии. Испугавшись, Харрисон повернулся к отцу, и на его лице застыло выражение вины. «Папа, я... я не знал, что ты здесь», — пробормотал он, пытаясь придумать объяснение своему скрытному поведению. Джек поднял руку, чтобы заставить сына замолчать с грустной улыбкой на лице. «Харрисон, я здесь не для того, чтобы ругать тебя. Я хочу понять, что происходит, и если есть что-то, с чем нам нужно столкнуться вместе, то это то, что мы сделаем». Вздохнув с облегчением, Харрисон поделился своими наблюдениями с отцом, объяснив странные изменения в реке, свидетелем которых он стал за последние несколько месяцев. Пока они стояли там, солнце скрылось за горизонтом, погрузив лес во тьму. К их изумлению, когда темнота окутала их, река снова начала светиться. Это был тонкий, неземной свет, который, казалось, исходил от самой воды, отбрасывая почти потустороннее сияние на окружающий пейзаж. Харрисон заметил, что под поверхностью что-то шевельнулось. Он указал на это отцу, и они вместе увидели, как Саламандра вынырнула из воды, и ее тело переливалось тем же неземным светом, что и река. Вскоре они поняли, что Саламандра не была обычным существом. Казалось, он обладал особой способностью, которая сразу же объясняла странное свечение в воде, он обладал способностью использовать солнечный свет и хранить его в своем теле, позволяя ему излучать свет по своему желанию, создавая захватывающий дух свечения, которое наполняло реку. Наблюдая за этим существом, они поняли, что оно было источником таинственного очарования реки и причиной ее непредсказуемых изменений. Отец и сын часами наблюдали за Саламандрой. Однако с наступлением ночи они не могли избавиться от чувства, что дар света Саламандры дорого обошелся. Однако они не могли указать на это пальцем. В последующие дни Джек и Харрисон возвращались к реке каждый вечер, наблюдая за Саламандрой и ее завораживающим световым шоу. По мере того, как они проводили больше времени у реки, они замечали и другие изменения в окружающей среде, едва уловимые изменения в воздухе и ландшафте, которые, казалось, намекали на цену подарка Саламандры. Все больше и больше растений начинало умирать, а воздух становился все гуще. С каждым посещением они все больше осознавали тонкий баланс между красотой светящейся реки и ценой, которую она требовала от окружающего мира. Однажды, наблюдая за Саламандрами, они заметили путника, приближающегося к реке. Мужчина выглядел биологом, судя по оборудованию, которое он нес с собой. Он представился доктором Чайкой и объяснил, что уже некоторое время изучает уникальных Саламандр. Доктор Чайка рассказал, что Саламандры не были уроженцами Ивовой рощи. Они случайно попали в этот район в его рюкзаке после исследовательской поездки в отдаленную часть мира. Саламандры, процветающие в новой среде обитания, начали размножаться с угрожающей скоростью. Ферменты, которые они извлекали из своих тел, хотя и были красивыми на вид, были очень токсичными для окружающей экосистемы. Загрязненная вода убивала растения и рыбу, и если ее не остановить, вся территория в конечном итоге станет непригодной для жизни. Харрисон и Джек знали, что должны действовать. Они позвонили в газеты и местные власти, а также организовали встречу с доктором Чайкой, чтобы обсудить план по спасению Саламандр и окружающей среды. Жители города были встревожены этой новостью. План включал в себя отлов как можно большего количества Саламандр и перемещение их в изолированную среду, где их естественные ферменты не представляли бы угрозы для экосистемы. Харрисон, Джек и жители Уиллоу Грауф объединили усилия с доктором Чайкой и его командой. Они трудились, не покладая рук ни днем, ни ночью, отлавливая Саламандр и вытаскивая их из реки. После нескольких недель напряженной работы они успешно поймали большую часть Саламандр и переселили их в безопасную среду обитания. Команда доктора Чайки также разработала решение для очищения реки и восстановления ее в естественном состоянии. Мерцание реки исчезло, но ее вода стала прозрачной и безопасной для растений и рыб, чтобы они снова могли процветать. Жители Уиллоу Грауф отпраздновали свою победу, спася свой любимый город и Саламандр. Харрисона и Джека провозгласили местными героями. В последующие годы связь между Харрисоном и Джеком стала крепче, чем когда-либо. Их совместное приключение сблизило их, и они продолжили исследовать природные чудеса Уиллоу Грауф, всегда с вновь обретенным уважением к хрупкому балансу окружающей среды. Саламандры, которые теперь надежно содержатся в своей новой среде обитания, продолжали оставаться источником восхищения для жителей Ивовой рощи. Доктор Чайка остался в городе, изучая существ и делясь своими знаниями с местными жителями. Город стал маяком экологического сознания, а его жители посвятили себя сохранению и защите окружающего их природного мира. И хотя река больше не светилась светом Саламандр, воспоминания о волшебной ночи, проведенной на ее берегах, навсегда останутся в сердцах и умах Харрисона, Джека и жителей Уиллоу Грауф. Они никогда этого не забудут, потому что это место у реки было местом, где они будут вспоминать то, что происходило раз в неделю на долгие годы.